Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и программа «По существу». И сегодня гость нашей студии – главный редактор информационного агентства «Регнум» Вигена Копян. Добрый вечер, Виген. Добрый вечер. Виген, Ваше информационное агентство – одно из самых крупных, не только в России, но, я думаю, что и в мировом масштабе тоже заметно. В собственном рейтинге, в Вашем личном рейтинге информационных агентств на какое место Вы ставите «Регнум»? Скажу Вам, что собственного рейтинга у меня нет, но если бы он был, я, конечно, бы «Регнум» поставил на первое место, потому что, во многом считаю, это детищем работы, консолидированной работы целой команды. Это друзья, это люди, которые 10 лет пытаются сделать невозможное, то есть построить частное агентство российское, которое нацелено на расширение поля своего деятельности, на добычу первичной информации, что очень сложно. В некоторых регионах, в некоторых случаях, по некоторым темам «Регнум» можно считать лидером. Есть регионы, темы, где мы не успеваем объективно. Это связано и с ресурсной базой, с поиском кадров профессиональных и так далее. Работа достаточно тяжелая. Я бы не говорил о том, что «Регнум» можно считать агентством мирового масштаба по одной простой причине, что в настоящее время мы вещаем только на русском языке. А в перспективе? В перспективе, как и в недавнем прошлом, у нас была английская лента, но мы пришли к пониманию, что вещание на английском языке должно быть или совершенно качественным, или его не должно быть вовсе. Потому что информация – это материал, где слово имеет решающее значение, и от трактовки слова, от понимания его значения иногда зависит очень многое. Может и жизнь конкретного человека зависеть. Поэтому мы пока отказались от английской версии, но в ближайших планах и технически мы можем очень быстро запустить… То есть при необходимости это возможно вернуться к этому. Веген, про интернет сейчас все говорят о том, что это самый важный, самый главный информационный ресурс, в сравнении с которым не выдерживает… Вернее, конкуренцию с которым не выдерживает ни газета, ни радио, ни даже телевидение. Вы как считаете, допустим, телевидение тоже, как электронное СМИ, это конкурент информационному агентству или партнер, или потребитель ваших услуг? Я думаю, все три формулировки имеют место в общем быть. Я бы не стал отождествлять функции и характер интернета с той функцией, которую несет в настоящее время телевидение. Это разные источники и методы донесения информации. Телевидение в настоящее время, безусловно, обладает более внушительным охватом, исходя из той простой причины, что интернет, в общем-то, несмотря на свое бурное динамичное развитие, это все-таки понятие новое. Особенно для старших поколений понятие новое и неудобное довольно-таки для использования. Поэтому я бы сказал следующим образом. Интернет – это все-таки способ быстрой передачи информации, а телевидение – это эфир, который позволяет эту информацию материализовать, визуализировать и сделать ее уже структурированной до конца, донести до потребителя в максимально показательном и максимально доступном виде. Поэтому я думаю, интернет сегодня – это источник информации для телевидения. Телевидение – это сфера, куда интернет должен стремиться поставить свою информацию вовремя, донести до телевидения. Не секрет, что сюжеты информационные, которые идут, развиваются в интернете, наиболее громкие из них получают уже окончательный свой, скажем так, выхлоп и эффект, появившись в телеэфире. Поэтому стоит разграничать методы работы. Если телевидение может производить грамотные журналистские расследования, репортажи с места событий, красочные и так далее, то интернет – это сухая информация, которая наводит на точки, где стоит телевидению поработать. Принято считать, кто владеет информацией, тот владеет миром. То есть истина довольно известная, но не потерявшая своей актуальности. Вы чувствуете себя владельцем мира? Или хотя бы хозяином ситуации? Хозяином ситуации, безусловно, в некоторых вопросах – да. Но ответственность журналиста состоит именно в том, чтобы использовать это свое положение не во благо себя, а во благо того, чтобы данная ситуация развивалась в нужном для общества, для читателей русле. Потому что высшее достижение СМИ любого – это доведение ситуации посредством своего влияния до некоего разрешения в пользу справедливости, скажем так, в пользу того, чтобы читатели увидели, общество увидело, что СМИ выполняет в данном случае свое истинное предназначение, стоит на защите общества, его фундаментальных прав и свобод. Если СМИ начинает использовать свое доминирующее положение, используя информацию в неправильном свете, такие издания обречены на маргинализацию и смерть. Я думаю, что да, есть ситуации, где Регнум имеет карт-бланш, благодаря тому, что у него есть информация. – Как-то реально удалось повлиять на какую-либо ситуацию, изменить ее к лучшему, владея вашим оружием информационным? – Да, и не только это касается, конечно, политики, это может касаться судьбы конкретного ребенка, когда есть информация о том, что, например, он болен и надо помочь. СМИ выступают в данном случае распространителем этой информации, способствуют тому, чтобы данному конкретному человеку, ребенку была оказана помощь. В политических процессах такое бывало очень часто. Если, так сказать, на этапе политической борьбы выходит информация, которая существенным образом нарушает ход событий, то, конечно же, ситуация меняется. И здесь функция СМИ, в данном конкретном случае Регнума, оказывается выполненной до конца. Бывали случаи, когда мы влияли на исход выборов в регионах, в отдельных странах. Можно привести пример также того, как информация о некачественной продукции была использована для того, чтобы изъять эту продукцию с рынка, то есть уберечь население от риска, так сказать, быть отравленным. Масса примеров. Регин, вы лауреат премии «СМИ-ротворец». СМИ-ротворец 2008 года. За что конкретно вы получили? Если честно, я эту премию получал от имени агентства. Я помню это награждение. Довольно неожиданное для нас. С нами связался организатор этой премии, сказал, что мы стали обладателями, лауреатами премии. Мы получили ее. Она присуждается за осторожное, грамотное освещение вопросов межнационального характера. Кроме того, освещение событий в конфликтных зонах, в точках нестабильности, в регионах, где продолжается война или находится в замороженном состоянии. Мы с удовольствием приняли премию и считаем, что, в общем-то, достойно ее, потому что многие ребята работают в достаточно тяжелых условиях, в условиях риска для собственной жизни. Как вы оцениваете позиции информационного агентства «Регнум» в Чувашии? – Позиции «Регнума» здесь были всегда достаточно крепкие. И это объясняется легко тем, что сотрудники агентства, с которыми мне посчастливилось работать, и с которыми мы продолжаем работать, выполняли свою работу профессионально, на должном уровне, и как раз использовали информацию в позитивных целях. Не разменивались на вопросы конъюнктурные, освещали события в Чувашии в целом с точки зрения ее интересов. Поэтому редакция обрела достаточную популярность здесь, среди населения и достаточное влияние среди правящей элиты. – Как вы расцениваете тот факт, что ваш бывший сотрудник стал министром информационной политики? – Я очень рад за Валентину. Это достойное признание ее тяжелой работы многолетней. Я уверен, что здесь имеет место быть в некотором роде эксперимент по тому, как может профессиональный журналист наладить рынок информации и сделать так, чтобы СМИ с одной стороны и власть с другой грамотно взаимодействовали, не переходили на уровень, скажем так, взаимных оскорблений, вражды, тем более мести. Мы сегодня обсуждали, кстати говоря, с пресс-секретарями различных министерств и ведомств. Я делился опытом журналиста. Они делились проблемами, которые стоят перед ними. Я думаю, Валентина оправдает доверие, которое ей оказано на сегодняшний день. Можно считать, что это продолжение успешной ее карьеры. Викен, а какой информационной политики придерживается само агентство Рыгнума? Не секрет, что вас часто обвиняют в тенденциозности, подборе информации. Есть вопросы, которые носят принципиальный характер для нас. В частности, когда речь идет о вопросах национального характера, которые касаются интересов страны во внешней политике, мы представляем довольно много экспертных оценок. Естественно, среди них есть и масса критических умозаключений. На то она как бы и пресса, чтобы все позиции освещать. Но скажу откровенно, Рыгнум никогда не был закрытой площадкой. То есть любой человек или организация, которая увидела критический материал, и у нее есть что сказать в ответ, она может сообразно и закону о СМИ, и нашей внутренней редакционной этике поместить свой ответ в беспрекрас. То есть, ясняв обвинение с нас в том, что мы тенденциозные. – Рыгин, вы не просто распространяете информацию, вы, собственно говоря, ее изготавливаете, производите. Эта работа более прибыльна, чем опасна? Или более опасна, чем прибыльна? Причем я имею в виду опасность не физического устранения, хотя в последнее время тоже нельзя сбрасывать со счетов такое явление, но и, может быть, вероятность испортить отношения с кем-то. И еще есть такая опасность, ну, может быть, неправильно что-то сказать. Вот вы вначале упомянули о том, что за каждое слово приходится отвечать. А вдруг получится так, что вы не предугадали, как оно отзовется? – Вы знаете, испортить отношения можно и не первичной информацией. Я не знаю, насколько можно судить о прибыльности изготовления информации. Я могу сказать, что это абсолютно неприбыльно. Наоборот, это абсолютно расходно. Потому что корреспондент должен присутствовать в этом регионе. Если события происходят в Горном Бадахшане, и там талибы прорывают границу, понимаете, ну, какая может быть прибыль от этого? Это просто то, что делает из ресурса, в данном случае интернет-ресурса, информационное агентство – это изготовление первичной информации. Но есть масса изданий, которые используют эту первичную информацию, анализируют ее, представляют в нужных акцентах, и они обладают не меньшим влиянием, поверьте, чем собственное информационное агентство, которое выступило первоисточником в данном случае. Поэтому определить прибыльность и опасность в данном случае очень тяжело. Просто мы изначально являлись информационным агентством и делаем то, что, в принципе, начинали делать. Но тенденции в интернете, они ломают все стереотипы, особенно в той части, которая касается информации. Потому что интернет является наиболее оперативным средством ее передачи. Поэтому он ломает привычные стереотипы и устоявшиеся нормы подготовки информации. Более того, сегодня существуют огромные базы данных, поисковые системы, которые сами задают тематику дня, подстраивая уже под себя СМИ, потому что они обладают грандиозной посещаемостью. Например, система Яндекс сегодня отдает на информационные сайты более 2,5 миллионов пользователей в день. Естественно, они приходят почитать то, что вычленил и выделил как самое важное Яндекс. Поэтому в интернете идет мощная конкуренция, каждодневное переосмысление. И с возникновением новых площадок, в том числе социальных сетей и так далее, рынок очень быстро меняется. Может быть, не исключено, что в какое-то время Регнуми откажется от практики изготовления первичной информации, а сконцентрируется на анализе уже существующей информации. Агентства, которые работают в закрытом режиме, например, предоставляя информацию по подписке, они теряют подписчиков, потому что интернет ломает эти грани. Информация в открытом доступе, ее предостаточно. Вот такие, в принципе, может быть, общие размышления. Но агентство, вообще журналистика, это сфера, которая саморазвивается и самоорганизовывается в зависимости от жизни, которую описывает. И устойчивые схемы сегодня не работают. Ну, а как вот насчет опасностей? Опасность есть. Я могу привести пример. Наш корреспондент в Южной Осетии оказался в самом эпицентре войны. Он был контужен. Но бросил диктофон, взял автомат и просто продолжил воевать. Есть случаи непонятной гибели корреспондентов, когда непонятно, в общем-то, человек попал под аварию или с ним расправились. Или мы помогли. Есть такие случаи. Есть угрозы. Мы получаем угрозы от различных, в общем-то, людей, персон, которым не нравится, в общем-то, что агентство затрагивает те или иные вопросы. А журналистика связана с опасностью. И каждый, кто выбирает, в общем-то, эту стезю, должен заранее быть подготовлен и отдавать отчет. – Виген, какое впечатление у вас сложилось у журналистов Чуваши? Вы пообщались с главными редакторами районных газет, республиканских газет? – Впечатление? Не скажу, что я потрясен уровнем кругозора и вопросов. Действительно, эти люди знают то, что им нужно знать. Они знают досконально жизнь в этом районе. И этого достаточно, чтобы работать там. Их газеты беспрецедентно популярны, и беспрецедентно имеют большой тираж, если сравнивать с другими регионами. Это опытные люди в целом. Но проблемы, которые несет новое поколение, новые тенденции, конечно, их волнуют. В том числе, когда речь идет об интернете. Мы в основном говорили с главными редакторами печатных бумажных газет. Очень интересно мы побеседовали. Может быть, я скажу только одно, что посоветовал им уже изучать варианты цифрового вещания, поскольку они сами это признали. Развитие интернета, особенно широкополосного, который доходит до каждого домохозяйства, он влияет на тираж. Но влияние это достаточно медленно нарастает, потому что это связано с культурой поколений. Когда изменится уже культура получения информации из конкретного носителя, вот тогда проблема... Как вы думаете, сколько поколений должно смениться, чтобы мы полностью перешли одно? Я не знаю, со мной многие не согласились, но я сказал, что ситуация изменится довольно резко лет через 20. Но пока можно спокойно работать на аудиторию, на подписчиков газеты, которые привыкли держать в руках бумагу запах газеты, чувство типографской краски, есть такое. Ну, вообще просто традиция. Пойти утром или... Речь идет о традициях, о культуре и об эволюции. Есть американские крупные газеты, которые закрыли свои бумажные издания и полностью перешли на интернет. Это означает... А вы сами читаете газеты? Да, я читаю, особенно в метро. Это очень удобно. Другое дело, что газета, как носитель, она очень тяжело распространяется, то есть на дальние расстояния. Так она очень удобная, конечно, для изучения картины дня. Но как довести ее в следующий город, в другую область или в другой конец страны? Оперативно. Поэтому газеты многие отчленяют свои региональные издания, делают их самостоятельными. Например, с нами участвовал в конференции главный редактор московского комсомольца в Иваново, МК в Иваново. Это самостоятельное издание, которое, в общем-то, ориентируется на проблематику Иваново. Естественно, нет смысла из Москвы доставлять газеты, если можно готовить ее там. Ну и в завершении нашего разговора традиционный вопрос. Как вам понравились Чебоксары? Кстати, я очень рад находиться здесь. Очень теплый прием. Прекрасный город, прекрасная Волга. Но меня поразил, наверное, больше всего теплый прием населения. Гордость за свою страну, за свою нацию. Была экскурсия очень интересная. Прекрасный город, погода. Нам сыграла тоже народа. Улыбнулась. Единственное, что очень кровожадные комары. Но, я думаю, прелести от поездки компенсируют. В общем-то, это маленькое неудобство. Приедете к нам еще? Обязательно. Обязательно. Здесь у меня много друзей. Мне понравился прием. Видно, что здесь все дышит любовью. Слава Богу, нет тех острых социальных явлений, которые наличествуют в других регионах и странах. Слава Богу. Поэтому мы будем работать в Чувашии. Надеюсь, приносить пользу и себе, и стране, и населению, и жителям, читателям нашим. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня нашим гостем и собеседником был главный редактор информационного агентства «Регнум» Вегина Копян. Спасибо за внимание.